В последний раз гляжу из-под руки Враги с собаками, с бинокнами, в машине Мой след выручил из-за хрустов Моя погоня, гнались до ухаду Я отошел, не достигаем вам Прощайте меня за законограда Мой труд, следы считайте по слогам Я успевал на каждом повороте засеять поле Застолбить вежу Со златоустом путь житийный пройден С той стороны земли на все вежу Я на корабле работал когда-то Корабль терпел крушение большое Ну и типотворение такое Как тонут, кто-то молится А руки их небо с тоскою касались Стучались в небесный сион Когда мой корабль опрокинет пучиной А рот поперкнется волной Дай Боже, чтоб в небо своей кончины Других я улез по собой Это яма для глины Когда штукатурят, берут оттуда глину Ну и загородили, чтоб ни одна скотина туда не попала Это умывальник на 10 человек Это техническая вода У нас тут под землей шланг у них Насос заканчивают, сами закачивают Это мне шланги давал РТИ Барнауле такой завод есть Насос подарил станкостроительный То есть везде-везде помощник Один ты ничего не сделаешь Это пилят дрова, сами себя обеспечивают Это маленький водоем купаться делал Когда-то обтянули особая материя Дети купались, малыши которые Им нужно сделать, чтоб детям было интересно Владыка, сюда подойдите Сейчас я вам расскажу Вот этот подвал очень знаменитый Он вошел в фильме, который сняли Первое место на международном киноконкурсе Когда-то здесь была просто куча Это мы потом понастроили И мы ночью копали, ведрами выносили воду Воду, говорю, эту землю И там она поворачивает туда, в подземную церковь И вот если бы они их нашли А они нашли А мы в разные коноплинки ставили яму Обыкновенная куча земли И когда они нашли КГБ Зашли туда, открыли, а там бревна Но они ленивые Если бы бревна они вытащили И потом стали щупом Нашли бы там где-то лаз Раскопали лаз, открыли Ну, шурф идет, а там картошка Но если бы картошку вытащили, а они ленивые То повернулась бы одна стенка И дальше светильники горят по стенам Пол, это все мы ночью делали Сейчас пишут, маленький монастырек У Лапкина был И приезжали священники, и никто не знал И таких у меня было примерно пять В разных местах Дети приходили с завязанными глазами И уходили с завязанными глазами Чтобы никто не мог выдать И никто не выдал Копали, прятали, все останавливали И там могли жить люди Борсущая нора, борсущую лору Залазишь, а дальше открывается косарь Надо жить в бедности Красиво, интересном И такое не христианское слово Азартно Прощай, земля, азарт Закон ограда Мой труд, следы считайте по слогам Это вот я показываю Оно вошло в историю Снято фильм Это Свердловская киностудия Документальный фильм Приезжали с такими бобейными Тут снимали В одном фильме так построили Что мы патриарх Алексей Первый И я говорю Как будто за одним столом О Ленине, о прахе его Это просто режиссура такая была Я считаю, что земля наша Должна освободиться от него Валерия Новодворская Вышла с плакатом Зюганов Забери свою область Из лавзолея Он грязник Зачем его держать Его надо похоронить И он нигде не завещал Чтобы его держали вот так Вымащивали каждый год Люди, которые Неправильное отношение к смерти имеют Они пытаются подражать верующим Так же стража у дверей 70 лет не воскресает Но не воскресает Лежит и не воскресает Никакую Говорят, будто бы там прорвало Канализацию Он плавал А Патриарх Тихен сказал По мощам и идеям Ну было или не было Не знаю Вот у нас дети Что должны знать Я спрошу вас Кто изобрел Мобильный телефон? Отвечайте Мартин Купер Да Кто забрал интернет? Все в интернете Тим Бернерс Ли Кто президент России? Путин Кто премьер-министр? Кто губернатор Алтайского края? Дети должны это знать Видите У вас верующим Должен быть всесторонне развитым У нас глухонемоли были И на звуках Как разговаривать По глухонемолу Да, вот это так А где войны наши? Почему Иван А эти наши уставы? Посмотрите главный лозунг наш какой Считайте Пойдите, братья Вам не помешает сюда Россия должна встать И второй Россия это мы И вот такие вот сидят Первые уже налиты Перекрестились Ну, давайте Россия должна встать И вот так вот сидят Россия это мы Другого нету Вот это когда много было То вот это все Это два раза очередь занимали Пообеды-то А сейчас мало Раньше были сады Прибалки Их отовсюду были Ничего нет У нас У меня стихотворение написано Это гимном лагере был Лагерь сам в степи На навозной куче Что может быть круче И кричать дети Йох Рано даже встал От этого уставы деревни Почему называется сейчас Слементан Кирского Почему лагерь Стан называется Это российская газета Путинская Учредитель правительства Российской Федерации Она напечатала статью Когда на нас было Было гонение Очень сильное Гонение Коммунисты поставили Задачу уничтожить И вдруг статья Российская газета Сразу зам Сурикова тогда был Глава администрации Здесь Его приехал Шойхет На нескольких машинах Посмотрели И осады сняли Дети стояли на крышах Плакаты держали Коммунисты Людоеды Руки прощат Лагеря Стана Людые волки Займитесь Своей душой Это все вошло В интернет сейчас И дальше Правда Как Не в силе А в правде Это Бог Бог Да Это плакаты Разные были И дети кричали Не заходите Не заходите А милиционер стоит А батюшка пришел И говорит Тебе что тут делать Ты залез в машину Да и сиди Он говорит Да и то правда Ничего не могли сделать А я не показывал Слушал В келье Молился И все А вот это келье Вот отсюда дрова Закладывается Вот Печка Я сам пищник Там идет короб Подогревает А труба с той стороны Келья Тут можно сушиться Мы заходили Смотрели Смотрели А это главный устав Ходил в 5 утра Вот стоят на молитве Распорядок дня Иногда купание Пятница Картошка Подход Такой может быть Позже Отбой Но отбой Каждый день Дети голосуют Референдум Но вставать Одинаково День уменьшается В 5.50 В 5.30 В 6 Ну в 6 Уже заканчивается Дети Учатся работать Все время Предлагается выстав Я за ними Не бегаю А колокол ударил Как они стоят Два раза ударили Занятия Три раза обед Самое главное Это 5 Нападение коммунистов И пожар Все знают Я вам выражаю Вот привык Коммунисты на нас И как мы их валим Как мы связываем Ахвозим левицы Пожар как тушат Войлок Песок Вот колокол Покажите Вот он Это пьяница Один горел Не сгорел А сосуд остался Баллон Раздул Дал И вот Откуда И вот Да С лагеря Класс Агрот Раскручивал А что ли? Это игровая Келия у нас Такая Теннис Видите-ка Здесь разные Качели Качалки Тарзанки Вот каждый бы лагерь сделал, а у нас и детсады, и детсады, и детприемников, откуда только нет. 57% все время бесплатно. Мы должны обеспечить, мы иногда даже дорогу стараемся оплатить и одеть, что получится. Вот в этом я хожу по магазинам, спрашиваю, не кондиционно. У меня один вопрос, который не к вам. Вот мы расстались по-хорошему с епископом Максимом Витерием. Он перед тем, как его перевести, он был потерявлен. До этого мне говорили, я не знаю, из старых учеников, которые при Максиме работали здесь, есть кто? Мне передавали, говорит, выступает он, начало и концом, говорит, нужно закончить вами, мной. Вспоминаю. Меня это не касалось, у него хватило ума, он ни разу в печати против не выступил. А Антони три раза выступал в печати против, и три раза в печати придется извинение. То есть, не точно у меня были сведения, но три раза, и это у меня все в книге, для слова Божия, нету, помещенной, то и другое где-то. И вот, его нету, теперь, я теперь не могу ничего сказать, мы расстались по-хорошему. И когда мы были, когда-то он приехал туда уже месяц прошел, полтора, мы оказались там, решили его найти. Я проделал в общей сложности к нему, если так считать, 1200 километров. Приезжаем, нету, никто не знает где. Отец Василий, секретарь, мы дождались утра, ночевали там, кто в машине, кто где. Пошли, его нету. Старости дождались, нету, ни один человек не знает, где он есть. А говорили, он здесь был. Нашли, где он живет. Ни под каким видом встреча наша не состоялась. Я приехал, подарки ему сделать, поблагодарить. У нас нет уверенности, что его не было. Все говорят, он здесь, но мы его не могли найти. Я говорю, Яков Нахманыч, ну когда вы поехали, вот сели в машину, от нас поехали, осмотрели комиссию. О чем вы говорили? Да, разом. Ну а конкретно? Он говорит, когда тронулись, я сказал, мужики, я по-хорошему им завидую. Я хочу вас спросить, вы когда поедете, о чем будете говорить? Сейчас поедем. Тайна себя великая есть. Ваш жезл там случайно шалкоплят китайский не спрятан. Как они вытащили? Помните, вылезли там в жезле? Впервые? Да, точно. Так, вы верите, что мы искренне с вами разговариваем и за глаза худого не будем говорить? Верю. Верите. У нас это не принято. Во-первых, это грех, а во-вторых, мы не враги. Мы в одной упряжке. Да. Вот так. Пошел, не оборачивайся назад. Не так, что будет. Мне говорят, а он поехал, а он сказал. Так это он, не я сказал. Он отвечает за свои слова, а я за свои. Мне не сытно будет завтра встретиться с вами здесь и в Лидии партии. Ну а принимать-то будете, когда приду? Да. Да. Это что вы епископы? Вас это не заносит? Нет, пока нет. Румия бывает, конечно. Пока. Ну а уж архиепископ, это все епископ, это только человеческие названия. Божественный у вас только епископ. Даже если будете патриартом. Это люди все гардовируют там. Архиепископ. Ну как генерал, майор, лейтенант, полковник армии. Так, патриарх это, скажем так, маршал. А вы просто генерал-майор. Если у вас совсем будет туго, приезжайте, мы вас прокормим. У нас все есть. Да разве же Господь оставит кого? Да он не оставит, но он подает через кого-то. Нашими руками Бог действует, нашими ногами ходит. Это понятно. Накормил, говорит, напоил меня, накормил. Нам делить нечего. И когда вот что-то воюет против этого, это поза глаза. Если у вас четко уже назреет такое, ну я бы врезал ему. Вызовите меня. Я предстану перед вами. И отвечать буду четко, но только во свете Библии. Запомните. Мои ответы только во свете Библии. Почему? Это на суде Божьем так будет. А раз на суде Божьем, я плясал как на суд Божий. И если вы мне это открыли, и мне не злиться надо, а поблагодарить и поцеловать. Златоуст говорит, за намерение поцелуй его. Даже если не правду сказал. За намерение исправить тебя. А здесь вон негативно отзывается о патриархии. О патриархии это не забывайте. В 43-м году в сентябре Сталин и Берия образовали ее. Так что кровушка-то в патриархии чья течет. Ей надо разорвать эти связи. И тогда не будет этой подлости у священников и превращения в лютых волков. Вам надо очень хорошо об этом молиться. А как это сделать? Не знаете, ко мне обратитесь, я скажу вам как. Ну разве мы похожи на лютых волков? Ну вы знаете... Волки во вечной шкуре, да? Волки во вечной шкуре, да? Нет, это лютые волки, это хуже. Волки в общающей шкуре это лютые волки. Когда написано из Мелита, Вефес призвал Павел Креститров к епископу, то расставаясь сказал... Из вас восстанут лютые волки, нещадящие стадо. И говорить будут превратно, , чтобы увлечь за собою. То есть они не могут без этого жить. Я наполняю храмы, везде людей направляю. Против меня воюет. Ни один человек понять этого не может. Этого не может быть. Может быть. А почему? Бог лишает разума. Повторяю, за 53 года я ни разу никого никуда не послал, как только в храмы Московской Патриархии. Это что-то стоит? Я могу показать конкретно дела священники, которые бывшие не священниками, ну совсем даже не православными. Теперь в православной Патриархии трудятся. Ведь по-хорошему-то... Мне интересно, приехал Антоний как-то. Если мы по правде делаем, достигнет эта молва. И вот когда в прошлом году очень сильно зимой встреча была, и Максим хотел, я готов на вертолете полететь. А почему? А мы знаем почему. Когда Патриарх, видимо Кирилл, спросил Евтихия, который домодедовский был здесь, как там эта вот община-то, которая остается в таком положении-то. Он говорит, было бы по-другому, если бы епископ вел себя по-другому-то. И, видимо, дальше уже мы только можем предполагать. Видимо, он и епископу Максиму сказал тактику-то, менять маленько надо. Потому что в многообразии мы больше получаем, чем в единообразии, вот таком вот, жать-то где-то. Мы же не враги. И он тогда говорит, я готов среди зимы к вам на вертолете полететь. Мы поняли, что допекло. А батюшка говорит, садить негде вертолет. Один снег. Но летом Господь надоумил перед отъездом приехать. И не дай Бог, не приведи Господь. Если вас переведут сейчас на другое, будут связывать с вашей поездкой сюда. А нам это... А нет, это не так. Зачем? Он скажет, смотри, Сергий, говорили, не езди, поехал, эти убрали. Я буду опровергать. И секретаря, и секретаря тоже. Скажи, вы конкретно скажите, что я сделал неправильно? Службу я вел по православному, расческу дали мне, воды налили, полотенце поднесли. Еще я сделал не так. Кадилом потрясли пять же, да? Все подошли под благословение. Накормили до суда. Ну что еще? Это нет, другие говорят. Конечно, когда говорят без подтверждения, это значит ничего нет. А когда выдумают, это трижды ничего нет. На меня, когда лгут, я иногда оборачиваюсь, про кого же это не говорят. Ко мне это совершенно не относятся. А когда правду скажут, и вопреки слову Божию я поступил, вот это для меня ценнейшее будет. Вот представьте, когда вы просто побыли ушли, вас судить трудно. Но когда ваши труды в руках, а моих-то 38 томов, меня ловить-то не надо, я его на тарелочке весь. Ты можешь вот так меня брать живьем, но этого не делают. Центрские отделы держат книги, как в Кузбаске, и еще нет, дальше ничего не делают. Почему? Ну, надо спросить у них, что нет. Да потому что ничего нету там. Если бы было, чем они живьем меня выпустили-то? Да они бы меня ни жуям глотнули. Да, я касаюсь очень больных вопросов, но конкретно говорю, как надо поступать. Как конкретно? Почему? Потому что я в этой области трудился, работал, и знаю, вот у вас какая-то неурядица. Вы испытайте однажды. Допустим, у вас будет непростая обстановка со священниками. И как епископ Евтий этот. Антоний меня приглашал и приходил домой, спрашивал, попробуйте. Я ему сказал, Владыка, у меня направление одно, они должны поклониться вам. Ваш чин обязывает к этому. Но и вы должны отступиться от них. Никого не переводить. У священников самая опасная игра. Притом одни ворота. Священники играют в самую страшную игру на земле. Знаете? Лишу причастия. Они играют причастием. Причастие дано не тебе, а дано народу. А что? А лишу причастия, потому что у тебя книжка Игнатия Лапкина. Если ты мне ее не отдашь, я лишу тебя причастия. А он совсем теперь не ходит. Я могу назвать фамилию, могу назвать священники где-то делали так. Это же не годится. Причастие это не для игры. Не по мне, я тебя лишу причастия. Ты меня лишил, так я-то не лишаюсь Царства Небесное. Господь не сказал, если самодур тебя лишит причастия, и ты не попадешь со мной в рай. Если я достоин того, чтобы меня под эпидемию поставить, ты ее поставь. Я не буду лезть туда. Ну, говорит, а епископ тебе запретит. Запретить проповедовать он не может. Он запретить может в храме проповедовать мне. А я сам отошел. И ты починишься сразу в этот же день. У нас с еписком были очень непростые отношения одно время. У меня вышла статья о русском языке. Что богослужение должно быть на понятном языке. И второе, о военной службе. Ну, епископ начал грозиться. Батюшку под запрет. Меня там на отлучение. Но дальше он не пошел. Но наложило пять минут. Три года нигде не говорить о русском языке. И мы три года промолчали. Как 27 мая наступило, через три года мы сразу включили. Все нот везде писали. Мы ведем на церковнославянском. Мы все библейское читаем на русском. Но где библейское поется, там поем по-церковнославянски. Мы взяли самый щадящий режим. К слову сказать, патриарх Кирилл, он не против русского языка. Вы видели, как у нас. Служба на церковнославянском. А в Евангелии все, что народ-то понимал, и лицом к народу, как в греческой церкви. Греки, они к народу выходят. Я у греков был, посмотрел. В любом вопросе надо спрашивать, что об этом говорит Святая Библия. Один вопрос. Если такой вопрос возникнет, в моей двери телефон для вас открыты. Мне надо привыкнуть к вашему голосу, а то сейчас будете звонить. Как вам доходит звонить? Чтобы я узнавал вас. Связь доходит до вас? Так я же буду в городе. А, в городе, да. Он здесь берет нормально. Берите мой номер. А здесь вот? 8, 961. 961. 230. 70. 60. звони а потом там посмотрите нет а у меня отобразится ваш вы будете знать только напишите фамилию мою и когда я брякну вы мне позвоните мне не платить я сам не звоню никому только даю знак звонок а мне как-то ко мне домой приехал главный банкира алтавского края песоцкий владимир пилимонович знаете такое управляющий сбербанка я говорю вам позвоню и сразу выключу я приду домой помечу напишу епископ сергий хорошо а вы напишите что я чтец игнатий я вам вопрос один вопрос можете хоть так вот слушайте у нас у православных есть святцы так я надену вот и в святцах указаны все имена почему нет там имени ездры я вам хочу доказать что более почитаемого уважаемого человека нету на земле не дабы не моисея ездры во первых ездра вывел народ из плена наши ездра стоил иерусалим язра строил храм есть у нас три книги ездры три книги в библии и он собрал канон ветхозаветных книг а его в сердцах нету и при том за давидом чистится измена чужую жену отнял за моисеем чистится за ним ничего не чистится кроме святого не можете поднять этот вопрос где-то спросить почему как знаменитейший человек более заслуженно перед народом можем нету мы библии все пользуемся библии то нам не моисей дал он собрал ее канон составил его нету нигде в списках так отцы вам понятен вопрос почему его никто не задает этот вопрос так не забудете серьезно хорошо послушайте тогда вопрос почему богослужение православной церкви нигде не упоминается имя иеговы а в библии 8 раз а под словом переведенная господь 7500 раз ну хотя один раз то введите вообще народ не знаете имя она пишет это имя нечистого ужас какой имя его это не яговист это наш бог правильно это яхве ягвы яхве как говорит этот вопрос может поставить но хоть какой-то молебен включить их 1111 хотя баба очень а вот он говорить надо если в дух святой воздыханиями незрещенными а воочи я не не нарушаю ничего я просто в недоумении и ответить на когда меня спрашивать я не могу ответить потому что не составлял это вы эти вопросы не так зачем мне тепло светло зачем я буду вопросы а вы задайте где бываете от кого зависит может быть написать докладную записку патриарху и сказать вот нам задали такой вопрос воды к почему самом деле езды не в святых и ни одного храма военной езды нету ни одного ребенка нету самый заслуженный самый безупречный у вас то есть вы не называете ровно календаре заняться же нет евреев как он почитается нет раз конечно как же не почитается это празднование еврею иерусалим отстроил храм народ божий вывел из плена данном библию отдал и ни одного замечания за ним нет он ревновал о том чтобы с ними вместе они два друга развод был общий освободить от ненужного хлама это они сделали ягод волосы рвала на себе и бороду он был ужасно ревностный хотят а слова туда не подходит я когда задаю вопрос то священники даже там митрополита неужели его не святых игру нету посмотрите но вы называете где-то ездры нет а почему ну понятно там соломон тут все понятно в одном месте рисуете его святых другое нет непонятно но ездра хороший вопрос продать до библию дал самое главное а преимущество евреев какое а то говорит и в первую очередь топа игры что им верено слово божие а кем верена богом через кого через ездру а вы слышали такое вот я дальше говорил об этом что самое ценное у православие священство чтобы священники знали рукоположенная епископат епископат и священство и толкование канона толкование канона и вот златоуз говорит каждому народу дан ангел дан ангел и когда они были при но он там место одно даниила толкует и вот 70 лет ангел заботятся о своем народе и когда пришло время архангел михаил там про михаила говорится и говорит господи отпусти народ мой а тогда ангел персидский за народ персидский говорит господи не отпускаю их они опять будут там идолам жертву приносить а тут они плачут не до идолов им здесь мой народ начинает просвещаться им польза здесь быть но они же плачет и бог все-таки склонился на сторону михаила архангела архангел михаил покровитель еврейского народа это библия нам говорит и англотоуст толкует хорошее место а вот мы должны теперь хотя бы приблизительно узнать о чем ходатайствует ангел россии о чем что рассеять нас по всему миру как грязь ком засохшей пыли разметать или собрать воедино а сегодня хотят россия должна быть такая чтобы ее уважали и боялись главное боялись нам нужно такая россия чтобы ее боялись это эти вопросы мы не должны обходить мы должны знать я понимаю не бояться уважать уважать может только за следование за христом и все остальное временное а следование за христом вечное что ваши звания епископы вы столько здесь такими а там вы другие вот я вам два анекдотика расскажу про епископа давайте ну может быть это и правда было какое-то там движение в райских вратах один зашел его поздравили и отойди в сторонку тут мы глядит кого-то встречает а кого встречают он это счет у вас тут переполох то такой епископа встречаем он гордо на земле его так встречает бегают тут палочкой ему подносят и на небе такое дайте не обижайся но вашего брата мы каждый день тысячи принимаем архиерея один за последние сто лет одна матушка сильно молилась за своего элеферия батюшка был хороший всех головку целовал никого не наказывал но очень любил он экономию и посты можно нарушать там гастрит и перитонита учитывал все и когда у умер матушка решила все-таки у бога спросить а где ее элеферий и вот однажды она видит во сне он горит в огне она так на охлу батюшка да как-то да да так я зато уз говорил кого недостойно причащает гибнет самый того кого причащает я чё делал кто не угоден решал причастие но мне то что это какова нашему епископу на голове которого я стою там в огне так что вам нужно особую заботу проявлять о себе а нам о вас особую потому что шанс для спасения у вас мизерный прямо никудышный но когда у вас будут хорошие друзья которые все время будут молиться записывайте меня к себе я буду молиться как молился каждый день пойдемте потихоньку договорились но в этом тоже надо даже обвинительные слова нужно так их обыграть чтобы они были полезны они любят сидеть на голове что это означает они меня очень любят бояться даже отстать они мне так доверяют и значит а я их не стряхну да доверяют точно никого ни на кого не надо обижаться обида совершенно не христианское качество обида уничтожает самого объезжающегося ну давайте давайте идти надо отлично готовьте их не лагерный огород ладно говорите это наш огородчик лагерный лагерный огород они здесь для себя садят овощи заготовлены другой год на этой визитке там крайняя девушка не в этом не с делом идет она вышла замуж у меня она спрашивает большая у вас большая община я говорю как брать какое-то измерение то такое если брать по количеству сколько то нет совсем маленько а если брать по числу жителей я не думал что у меня самая большая на кровь не передавать вот в воскресенье все мы одного дежурного оставляем по деревне особенно летом бывает чужой что-то есть дома-то не закрывают пойдет все одно слово разговарка идет по об одном как проставить хреста в этой жизни много храмов а толку все дешевле все остальное неожиданность такая а то вообще другую никто не запомнился никогда ни перед кем не лукас вот впереди дерево попробуйте от всех кто-нибудь втроем его обхватить а вот так вот да вот вот смотрите на дерево видите вон там что на дереве вон вон это единственный сух такой большой когда можно повесить пол комнаты и вот привезли к нам эти заводы такие кольца а здесь так подвесили машина подошла сейчас начну обнимать ну-ка дай-ка я попробую трое-то можете трое можно трое трое вон это дерево не знаю это поля здесь да это называется вот рехла я на моем mail.ru буду фотографии я выставлю здесь жил пристроился один главный врач был кажется подполковник милиции приехал к одному сыну он тут верить ушел вот такие пахости писал делал то вот внезапно умер жена приехала не знает куда это девать саманница мне его продала а батюшка тут поднем обложили кирпичок да ну о это мы идем в гостиницу ну налет а то у меня книги которые есть остатки о о о печка тут да это все нормально это я делал четыре кровати для нашей местности это полреда гостиницы у вас как бы да а отсюда идет электрический ток на озеро и качает воду туда счетчик один здесь деревянные деревянные нет она далековато нет еще нет так что одна кровать ваша хорошо спасибо да это местная вон видно какие деревья были засохшие да 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 ну он епископом на работе что ли а чё вы знаете Тихона Задонского так как было меня поразило меня поразило меня поразило в атопеде в атопеде кости просто валяется как на помойке вот 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 в этих вот в ящиках все вон вообще прям как на помойке я просто был конечно в шоке это где в атопеде в атопеде это мертвая зона мы в прошлом году доехали до Греции и вернулись а нынче проехали и один тут говорит вот вас Божья Матерь не допустила я говорю мы туда и не ехали иверская икона Божьей Матери хранится это вот иверский храм в Иеронике в монастыре а это вот тут мощь у них хранится уже иверская а вот она здесь другую храм вот если детьми посмотрите уже бонораму рассказываю владыка мы имели доступ к отходам Алтайской Правды и чистые бумаги брали и мы снабжали и прокуратуру и суды и школы разносили везде и без поместности у меня вот это вот полный склад в периодике в потресном где могли везде то есть всегда можно найти поприще для труда не имея ничего совершенно да мы каждый день заходили и отходы нам давали вот так но у них как-то одно время получилось что антитеррор и всех кто ходил всех вымели ну и нас выкинули но я не согласен с этим я пошел к директору Грохотову Владимир Георгиевич я говорю как же так какое дело тут антитеррор там я пошел к Сурикову главе администрации городской в университет прокуратуру он говорит завалили писк целая акция да берите вы берите фанатные фискалки раз люди то хорошие я к нему говорю сделайте чтобы нас допустили то опять мы прикрутили этот поток а мы школы заносили разные разные бумаги у людей ничего не было а я сам реставратор переплетчик я из них сшиваю настоящие книги и это и дарим целыми рюкзаками нам это просто интересно заходим в дом как в дом а мы в дорожке Ваня уже есть дома а мы в дом чайку поприл я говорю кто-то говорил конки и звонки должны только поели сразу чай а как вам а мы чайные у нас мама говорила там гость мученик что это что это у нас в положении был в цвете здесь он видит чай чай она здесь у вас ну она вот рядом не ходи уже поговорим да да святится имя твое это приедет царствие твое это будет воля твоя на небесиной земли хлеб наш насущный даже нам днесь и остави нам долги наши уже и мы оставляем должником нашим не веди нас в искушение но избави нас от лука богу слава отцу и сыну и святому духу и ныне пресно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи помилуй преосвященнейшим владыков благослови я потом говорить так мне без кем разговаривать я не могу говорить я на вас говорит так небрежному маханию веке бесы радуются слышали вы знаете эта вещь идет о крестном знамени его совершают многие неправильно в том числе некоторые из вас отцы вы слышите нет да может быть вам это не нравится оно сгодится давай давай гомучу как правильно совершать крестное знание на меня посмотрите как вы совершаете одним пальцом молитесь как я вратарус двумя ли как старая грязь или тремя это не это не догмат ну а дальше определенные условия для всех лоб господи пуп не грудь а пуп если здесь крест перевернутся сегодня уже слободской все доказали дальше сыне божий помилуй меня грешни его суда патриарх все время отсюда патриарх все время у него кресло такое еще раз смотрим господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно так чтобы телом и поклон должен быть такой что если проверить себя рука могла достать пол у меня операция на позвонке была я несколько лет не могла я довел хрустом я стал планиц лет через восемь после когда зимой поклон зимой поклон делается точно так же колени руки и ног должны коснуться пола 10 партов 10 заповедей все получение окончено спасибо я вижу что вы желаете спасения был один батюшка отец Симеон у него значит первонак нет нет китов у него больше полутора метров было 150 сантиметров и он всегда заканчивал когда службу проповедь надо креститься правильно вот смотрите как накладываем на лоб вот на правое плечо и низко в поезд поклониться все сегодня батюшки говорят и все так кланяются он его не поклонить он ребенка крестить надо так правильно троекратно его погружаем а сам ребенка вот так держит ноги торчат и вот так троекратно погружаем скажем погружаешь так на ноги торчат кверху и стоит на капельном полу это обман у нас приезжает иногда здесь и романахи принимает крещение возвращается теперь служит как положено если владойка не крещен правильно приезжаем покрестим мы это всем говорим потому что неправильное крещение согласно 50 апостольского правила накладывает крещение на того кто крестил а если не крещен шестой вселенский собор 84 правило если ты был в детском саду или этот издали тебя ты не знал то приходишь и кресться да не будешь лишен талии и благодати у меня в материалах это все есть повторяю в истинную православную книгу я 40 лет собирал материал из академии везде помогали бачку можем ли взять одну спасибо христос да я тебе передам и много потрудился а вот послушайте я еще что-то расскажу как я достал правильно никогда не склоняйтесь тарелки в любом ресторане едят вот так по-христиански вот так можно делать ложка на кусочек себе подчеркнул это показано тихий дом почему Василий Великий говорит напрягите память всякое животное наклоняется к пище и только человек подносит ее к себе все ты хочешь быть скотиной наклоняйся второе правило никогда не облокачивайся на стол почему стыдись облокачивайся на стол сираков облокачивайся бесстыжий стыдись у тебя стыда нет ты облапал так и у меня в лагере дети это изучают в течение первого дня а если он так продолжать я ему побежу сюда и ложка полуступну родители расписали что я буду наказывать но за 40 лет я ни одного не ударил я ему просто звук издал а себя стукнул к нам приезжают иногда профессора психологии здесь Владимир Ильич где вы эти методы воспитания берете я говорю у Японии национальный культ конзюм никогда не стонать и не показывать виду что тебе больно образец а раненый сидит в приемной приехавший красный крест английская ведет прием а он уже пропустил троих и сидит а я советский журналист говорит а ты его не заходишь он говорит раны гноиться больно так ну ты заходи да я пришел я думал тут хирург а тут женщина тебе какая радость она будет часто резать а я боль покажу а женщина увидит что мне больно я мужчина этого нельзя делать он сидит и себя накачивает чтобы его не вид не показать а у нас еще не пошел от его боли уже жена в обморок падает дома а у них то в цематологическом ребенок сидит ему тоже больно даже а мать рядом сакер а канзел где он сразу вглазь а мне не больно национальный курт мы в двагере себя двигали никогда не стонать не пищать не подавать ну вот он ребенок повинился материться он знает за это пять горящих пять раз крапивой по губам а крапива жгучая жгучая у нас я завел а он ребенок боится я положил ну на второй этаж вот так проведи а он никак ну вышли когда я завожу наказать его в келью то никто не имеет права смотреть все молятся весь лагерь молится а он плачет вышли он плачет агром боится давайте помолимся чтобы Вова не боялся а он стоит хлюпает Вова смотри я беру я беру эту крапиву в рот так жую ее рву и бросаю а ему хохочет я не боюсь пошли у меня у меня бога волдырях все а ты тоже можешь ты войди в роль ребенка и вы как епископ войдите в роль этих молодых которых не кого раньше 30 лет не ругополагайте священники не ругополагайте 6 вселенский собор 15 16 14 15 правило запрещает другие правила не имеют объяснения просто повеленные а это имеет ибо и Христос вышел не раньше 30 летнего возраста все 30 лет совершенный человек никого не ругополагает у нас которые ругоположенные были все только 30 с лишним летом и которые сейчас семинарами поступили они за 30 лет а почему а тебе не надо чамкать это повеление канон а канонам устарели дурь внимайся это вечная канона который бог дал для церкви пока церковь на земле каноны действует их никто не отменял ты не думаешь что ты сегодня умнее тех которые 2000 лет назад были отцы святые я вам говорю правила для православных сектантам для этого сказать не могу но они иногда ко мне обращаются за правилами а как у вас поступили вот у нас проповедники седьмой заповедь нарушил ну чужой жены был я говорю у нас правило вот такое сам снимается если мирянин мужчина на 7-8 лет женщина 12-15 так несправедливо василий несправедливо по другому нельзя у василий сам правило написал ну и как быть ну так ну мы его отлучили тогда насколько отлучили там на месяц а потом а потом он опять впал а теперь а теперь конец за хвостом я мужу и все на этом кончилось вы не знаете а мы знаем у нас правило если евангелие это путь царства небесного то каноны это вехи на этом пути которые не дают свернуть ни налево ни направо и к этим правилам вы владыка должны отнестись с великим благоговением и страхом ни в них ни сами никто не покушайтесь иначе это лже православие правило написаны шестой вселенский собор второе правило это трубы Духа Святого на одном соборе было шестой вселенский 630 епископов а ты один на какой имеешь право отменять шестой вселенский собор придумали экономии экономии нет здесь тогда вы петесь в акривии побольше вот у нас посты соблюдают все батюшки никто не подходит батюшка вот я гастрит мне надо молочка никто не подходит знает что батюшка вот у меня прав нету для больного разрешается епископ разрешить может только растительное масло и вину больше ничего у тебя прав нету к нему могут прийти и сказать я желаю жить в академгородке ты не можешь ждать я боли для полета в космос у тебя прав нету не превышай свои полномочия тебе отвечать очень строго когда мы молимся за кого за кем-то но я морским языком выражаюсь мы берем дукова на абордаж засыпляем и тянем за собой будем ее уже давно и это делает только любовь а максим максим ушел и молись каждый день а папа я молюсь и за Венедикто и за Франциско который ушел каждый день а разве это можно это повеление прямое я молюсь за Горбачева а почему он живой он натворил такие дела которые будут хлебать еще правдуки наши но это знаковые фигуры знаковые вот я вам скажу сейчас сейчас а что такое знаковая фамилия у вас ручки нету на память Горбачев никто не знал что что Б Брежнев а за ним буква А а дропа придет Ч Черненко следующий за ним Горбачев Ельцин следующий Ельцин четыре правителя центральных в том порядке в котором придут заключенные его фамилии это нельзя составить это нельзя даже соседей на одной улице поместить а это центральные фигуры страны влияющие на весь мир Горбачев Б А Ч Е в этом порядке они именно пришли что это означает ты сам решай ну через него такое сотворилось а он кто такой помазанник божий что тут попало я говорю а ты откуда знаешь что не помазанник а я тебе скажу где Иеремия 51 глава и скажи Киру царю помазаннику моему Кирца языческий ни разу лба не перекрестил в храме не было называется помазанник почему выполняет миссию освобождение церкви из плена она возвращается помазанник по гречески с маленькой буквы Христос Горбачев это сделал раскрепостил молву и церковь это знаковая фигура я просто своим сказал кто согласен со мной молиться о нем когда он ушел я по сегодняшний день ежедневно о нем молюсь так он обратился а вот это не поставлено нас когда поведут написано перед правителями для свидетельства не для обращения то есть рассказать ему в листе для свидетельства ежедневно приношу его в молитвах а вред будет вреда никогда не будет от молитвы тем более я прошу обрати его господи дай ему раскаяния видите ребята вы всегда будьте заняты вам не придется дремать кто за Трояна молился за кого за Трояна не торопитесь еще путь вам долгий как патриарх Тихон угорал говорит впереди ночь длинная и темная кто за Трояна молился за Трояна вы видите а Трояне это Осипов насыпал это фигурант такой есть бритый с галстуком 75 лет как яйцо облупленное сидит Осипов а если его Ильич нет нет за Трояна молилась вся церковь христианская и никакой он не спасенный ничего не нет вера и надежда и любовь и софия кто замучил он замучил а теперь он якобы одной там помог где-то от Осипов все накручивает он Бога не знает и портит вот этих семинаристов он смотрит как угодно это или не угодно он нигде не обречил патриарха ни разу нигде ни разу а он рядом могут ему вполне сказать патриарх кто же нас сейчас у Путина весь мир знает а ты не знаешь а ты не знаешь что он крестит и сказал Ироду не должно тебе иметь и в храм ход закрытый как Феодосию закрыл и все больше не зайдешь в храм а бросить так сделал что трепещешь то трусы сикары заели а он бы Путина та самая была боится потерять расположение храма закроет а ты не бойся Путина бойся Бога Путин то еще вперед тебя может пробиться он крестится правильно а ты как попалась я зашел представительство президента и говорю вы можете достать ему вот это у меня я насчитал библию отхитала в гулаг они говорят такова так таково как вы его пошли и я вам послал книги трехтомник для слова уже нету и показывают по телевизору выгляделя к Путину Мои книги стоят у него так он может не считают а за это отвечает а не я званые были неастойны да написано они звались званым головой разбили а с них не спросил Господь послал других по изгородям и везде вот мы и поехали по изгородям до Лиссабона нам есть что сказать православие полнота у нас такой фонд заложен писатели полеты христианские какие были ну так надо знать и за столом значит не склоняться в чашку сидеть прямо чтобы подбородок за край стола вертикально ложку поставка не захотел и не обокачиваться и ты увидишь как у тебя за столом другие будут смотреть а что скажем атака сидите и есть за столом не смеха ничего не было почему житие святого нефонта однако он проходит а трое нищих себя за столом и веет а им прислуживать юноши в белых одеждах он остановился нефонт и господь а что а это когда едят в молчании с благодарением бога ангелы прислуживают а когда творят кощунный смех сатана всевать всякие болезни и поэтому пищи не спел по весной скаловой потянула сидит три дня не может оправиться потом три дня говорит со стула не свой надо все на место поставить это святые отцы нам показали с благоговением в молчании просто фарбуз за арбуз бога как одна земля грязная такой чистый красный сладкий удивительно ту же подсолнух растительная масса ту же редкий хрен и тоже горести да и надо надо бы это я редко лещит хрен аппетит увеличивает как ты дивился господи научи из всего выжимать похвалу богу так еще хочу сказать есть такой канон алия креста а вы знаете чем он вызван молчание отсюда вывод может делать что вы с очень скромно когда люди не задают вопросы то остается ответ только один или все знает или ничего не знает давид написал помилуй меня боже предисловие когда вошел пророк нафан когда вверсавия когда он побудил мужа избавят кровей боже боже спасение моего 7 сих во грехе зачатки а андрей критски подписал анафему шестому вселенскому собору и когда ему стопнула по телечку то и вот теперь из него больше по ту искру вот этот канон но этот канон написан для оглашенных для падших грешников он писал ты его для себя это его потом серпе раскрутили я это понял узнал причину и сказал неправильно надо в канон этот возвести на три ступени а в молитве три ступени первое просительное там мусульмане бакист бакисты все там второе это благодарение тут мало остается за все благодарите 1 офицер 518 и третья ступень последняя это словословие аллилуйя слава святого духа просительное благодарение словословия я этот канон переписал на 3 1 часть мы поем как есть потом те же слова оставляем возвожу благодарность за те же события какие он указывает и третье словословие да у нас люди когда первый раз помолились молитва кончилась а домой никто не уходит зашли в столовую поют и поют сидят я первый раз это увидел то есть надо чтобы вера была талантливой андрей кураев одна что очень интересно выразился мусульмане религиозно талантливы мы должны увидеть что за этим есть вот я сейчас сказал а вы подумайте андрея критского этот еще сто лет и никто не трогал а вы посмели посмел и ты сначала прочитай я не изменил ничего кроме того первое господи вот не не ведь они согрешили они порами я такой же грешник помилуй меня боже помилуй меня я дальше второй этап когда второй день молимся и опять же это самое господи не ведь они согрешили но как ты милостивый ты пощадил их и сказал 120 тысяч человек не отличает ни левого ни правого благодарим тебя как ты милосерд благодарим тебя боже припев такой а третий такой господи не ведь они согрешили и покаяние никто от них не принял они преступники но удивительное дело наложили пост и бог увидел что переменили образ жизни это ты духом святым сделал ты из людей творишь ангела палилуя слава тебе боже наш слава тоже те же 240 событий но перевести их на три ступени и заговорить живым языком с народом я если надо будет это дам вам но вы уже услышали что андрей писал после великого грехопадения когда он дезавалировал подпись свою из когда я согрешил 6 средств массового на напрямую подписал что я наделал он сокрушался падал а теперь а теперь восстал он должен был сам сказать переведите на вторую ступень ну а третья это ангельская ступень интересно мы говорим о божественном высшим нужно быть религиозно талантливым да у меня есть трехтомник нового завета у вас он есть трехтомник и у меня там 297 комментариев 207 комментариев я даю на слова не священного писания а феофилакта болгарском где он говорит о необходимости проповеди о необходимости изучения слова божия я туда разбавляете места вы ношу другим шрифтом и написано что это ел и нати лапкин я о том что необходимо идти необходимо всем быть благовестий как они свидетелем только и угол и об этом горитянка штатский я вставляю об этом говорит тихом задонский я расширяю и показано сервисе время 297 выкладок сделал теперь заговорила священники смотрят его до кого не этого нет я говорю проверь проверил а я крупным шрифтом выделяю курсивом посмотрел так у меня тоже есть да тут и она на мертвая книгу тебя стоит от ее к себе примени он зашел к никите один я за славянский язык а почему а мы дома женой по-славянски говорит на ты его не знаешь знаю давай по 100 рублей сейчас докажу что не знаешь да я знаю ну тогда 200 200 рублей тебе лично не будет доходим до 1000 хорошо давай переводить я пришел в магазин армандо к никите санарову и не заметил что у меня развязался шнурок ботинок и я упал и раскрасил упорный поповский нос переводить глаза раскрыл глаза в разбежку ничего ты не переведешь ты его не знаешь я занимался первый год когда обратился на семи языках мне бог дал знания и когда писал зашифровал одно на испанском слово дугое на английском на французском но разговаривать как они на все темы я не мог я знал знать язык тонкость это надо каждый день два часа отдать а ты славянский мертвый это мертвый язык почему мертва на нем никто не разговаривает мертвый язык и поэтому для народа дайте такое что понятно погодит лучше одно слово чем 10 понятно чем десяти тысяч непонятных посланий к левину так это наш язык вот видели как у нас до кого почему не все надо знать меру не переходить границу мы взяли только библейская почему потому что библия издается патриархии она до революционной она до рубежа ничего неизменно русский перевод синодальной один из самых лучших в мире никогда не приезжайте с новыми переводами и даже сравнивать нельзя они вульгарные русские все на данный который патриархии издает вот это перевод во всех отношениях я его сравнил на разных языках он очень и очень хороший его делали переводчики которых сегодня у нас во всем государстве может попасть нам сосчитать я беседую с александром менее еврей природа работает с оригиналом я говорю вы могли бы переводить как хвольсон добит аврамович но вы что конечно нет ты понимаешь папский герасим петрович переводит евангелие от папе это его псалтырь его воспитатель царских детей и он преподает духовной академии и для лучшего разумения академисты они не знают он переводит и 500 экземпляров на литографировали ветхий завет узнав сенат жандармеры изыскать все сжечь я долгое время не охранять почему-то против русского языка я наконец метрополита один объяснил мне потому что если только народ узнает русский перевод будет революция я сначала не поверил а потом поверил потому что спрятанное сокровище и когда узнаю что умирали от голода сокровище было на кусочки разнесут но пошли другим путем поэтому людям старайтесь слоя семинарии больше давать на русском языке не смотрите на его отметки смотрите как он живет смотрите на его молитву что у него там и таких приближайте к себе и он тогда будет понимать что до меня действительно ценили вот я спрашиваю дети в лагере нынче меня не было были дети которые видно что избранное богом а как вы определяете по молитве у него тяга к молитве он все равно подойдет каждый давай помолимся ребенок я наказал его на проходит немного времени он ко мне подошел вот мне так хорошо а когда бы я его там накажу лишь и давайте вместе помолимся помолились и он меня дергать пойдемте еще помолимся это связь с богом и когда эту тропинку прокладываете все вы уже там сильно не нужны будете дух святой начал трудиться на дело в понимании не только что там язык на каком-то на славянском или на русском выходит дьякон читать евангелие я стою я не могу понять ни одного слова что он читает не могу ни одного уж я догадался потому что услышали а это вот он где считает там это вот про что так это если остальное то ну вот что понимать и вот таким дьякон стоит далеко там такой этот резонанс но он еще как это ну я вы не могу воспроизвести зачем и задам к народу я потом спрашиваю . город и когда послание читаешь патриарха и владыки рождественские пасхалин дать ты как задам к народу считаешь послание да нет ну как же я буду а почему послание бога задам к народу считается и так чтобы не было ничего понятно да я стою 35 лет саму престола я не могу понять о чем читается даже их тенью он говорит их тенью когда этот протодиака там или диагноз я только догадываюсь что это такое прошение это надо так зря а потом говорю нас это что специально делать чтобы поставить чтобы он старается так чтобы никто ничего не понял поэтому всегда далеко переходить я не знаю зачем может это делает этот так это ну батюшка в алтаре служит там и говорит своим языком голоса он дальше его понятно слышно а это будет ничего непонятно и это каждый раз это самую активность учить надо прямо у меня не станут конечно он не ставленник уже вон нормально варьет давно сможет резать его такой ну так люди же пришли и смотришь, и люди, что удивительно, я пришел к началу службы на часы, смотрю, некогда, ну там заходит, выходит, некогда, как плечи встали, всю службу стоят. Два часа, и скажи, ты не шелохнуться вместо стоят, и из этого, говорит, можно понять, что наша вера в православность самая... Наверное. Настойкая. Ничего не понятные люди стоят. Благочестиво стоят. Они по-другому молятся сами. Они по-другому стоят. Отвлекаются. Благодарю Тебе, все Божие наши, яко насытилась и насильных Твоих благ, не лишилась и небесного Твоего Царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел, если спаси в мир, даясь, роди к нам, и спаси нас. Слава от Своей Сын и Святому Духу, имени и принесные веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, преосвященниче, Владыка, благослови. Слава Богу своей благодатью человека, люди всегда, ныне и близны, во веки веков, аминь. Слава Богу своей благодатью, Господи, Господи. Ну что ж, пойдем? Вам все показали, Владыка? А, келью мою. Я сейчас скажу, это какое, у них как-то приехали артисты с Москвы, выступали-то, а который там был Акопян, Сергей Живанширович, и он полковник. И он говорит, они устали, ученики не могут. Ну ладно, я не знал, что артисты тут подсунутся. Ну ладно, минут пять скажите. Прошел час, он говорит, обедать надо, отстаньте, и они продолжают сидеть. Он их не знал, какие, он потом сюда приезжал. Слово Божие, живые действия. А он думал, так, религия, это сейчас я им тут буду говорить, они уснут. А они забыли про артистов. Комбат нашел. Да. Это. Ну, спаси, Господи. Слава Христу. Спасибо. Так, Владыка. Все, что наше открыто. Да. Вы нас сохраните, такими есть. Под себя не надо подминать нас. Мы пока какие есть, мы просто нужны такие. А мы так и начали все делать. И так, каковы, и держимся направлением. Ой, мы, видите, мы все принимаем. А нас так просто разрушат сразу. Патриархи не так и сказали. А вы почему сюда? Да. Такие как-то, и они согласились. Согласились, да. Мы настолько расположены, тем более все наши свидетельства, представьте, страну объехали всех, направляем к храму Ростовской Патриище. Что еще можно сказать? Но мы хотим, чтобы мы были не на задворках истории. Мы были искренни, чтобы православие воссияло в осей красе. Я с 28 сентября. Я с 28 сентября в Ростовскую область собираю. Но существование в этом Донецке для личности, чтобы там передать. Через Казахстан. И есть. Батюшка, подвольте, Владимир, скажи, что я сейчас. 27-го воздвижения Счастного Животворящего Креста, у нас там престольный праздник. Парнаули. Ну нет, там не надо. Не будет, да? Ну какой-то год может быть там. Мы просто можем встретиться, побеседовать, в семинарии с учениками. Соответственно, у нас будет желание это. Я же знаю, что сказать. Передать область. Я буду в Казахстане. Нет, я буду в Казахстане. Нет, я буду в Казахстане. Я там и тоже в Казахстане. Все тогда, все. Вопрос в любви к Библии, к Слову Божию, мы готовы передать. Благовестие. Если ваши студенты, семинаристы, нуждатели будут, вы просто, я деньги за это не беру. Хорошо. Надо будет. Другую тему может быть. Конечно. Надо будет. Пожалуйста, Юрий, поставить. Учебный план, может быть. Так. Я об этом думал в семинарии, конечно, чтобы гнать, пихать, там занятия вести. Вопрос в том, что за что-то стекло будет. Чего? Чтобы стекло будет. А. Видите, как сами не можно расстаться. Пойду подошел. Готов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok